Математичка совсем озверела. Нафига назначать контрольную на следующий урок? Когда нам теперь готовиться? Эх, уши прочесть. Она сказала, только через урок будет. Так что время у тебя есть. Чего? Ну уж нет. Вот если бы поменьше втыкал телефон, то знал бы, что говорила Степашка. Нет. Жесть. Ну и нафига ты спорил со мной? Ничего, что ты была не права. Молодец. Доигрался? Теперь каждому придется голосовать, кто из нас прав. Да ладно тебе. Че ты раскипшевалась? Все нормально будет. Ты первый. Давай ты. Ой, ну наконец-то. Я тебя хожу еще уже по всей школе. Ладно, я тебя потом наберу. Давай, пока. Че? Короче, тут такое дело. Помнишь, что нам Степашка горела в прошлый раз? Что контрольную она назначила на следующем уроке. Ты согласна или нет? Ну да. Я сама в шоке была тогда. Они походу спи с руком до числа питок и не дошли. Фу. Ань. Ну конечно же да. Отлично. Спасибо. Ладно, увидимся. Удачи. Степанова, подождите. Извините. Лидия Степановна, я тут это, как раз вас искала. Чего тебе? Неужели выучила теорему Пифагора и хочешь мне ее рассказать? Почти. Просто хотела уточнить, а когда у нас следующая контрольная? Хочу получше к ней подготовиться. А я-то уже размечталась. На следующем уроке. Не знаю, у тебя спрос будет в два раза выше. Да? Спасибо. Удачи. Что, это у нас тут часики походу оттикали? Не хочу тебя, конечно, расстраивать, но минимум я выиграла этот спор. Да понял я, понял. Харе мозги промывать. Выиграла ты. Мария, поздравляем тебя. Ты стала победительницей. А вот Дэна нам придется наказать. Он будет ликвидирован? Нет, этого не может быть. В правилах ясно сказано, что тот, кто проигрывает, просто убирает в школе, а выигрыши получают зачет. Правила изменились. Чтобы уменьшить количество конфликтов, мы устраняем тех, кто ошибается. Надеюсь, это послужит вам уроком. И да, Мария, будь осторожна. Я ей говорю тогда, а запокой мне еще одну разу. Эй, Баскачка, я ничего не поняла. Ты что, не видишь, куда прешь? Глаза разу, у тебя все нормально. Нет, я просто до сих пор в шоке, не могу понять, как такое могло быть. Понимаешь, у нас был спор с Дэнни, и вместо того, чтобы его заставить просто убирать в школе, его устранили. Я слышала, что за бред вообще ты несешь? Этого быть не может. Скажи прямо, просто захотела бы выделываться на фоне Дэнни, который проиграл. Кир, ты что, не понимаешь? Я тебе только что сказала, система изменила правила, теперь все по-другому. Нет, этого быть не может. Внимание, спор активирован. Жень, я надеюсь, понимаешь, что тебе никто даже не поверит. И да, если вдруг тебя устранят, поверь, мы не расстроимся. Этого просто никто не заметит. Пойдем. Мы еще посмотрим, кто из нас прав.